В год 150-летия Сергея Дягилева на новой сцене Александринского театра специальная музыкальная программа. Зрители буквально погружают в атмосферу Парижа начала прошлого века. Погружение, конечно, музыкальное. Начинается с симфонической поэмы Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Впервые публика увидела хореографическую постановку на эту мелодию в исполнении труппы, созданной Дягилевым в Париже. Когда мы говорим «Дягилев», мы, конечно, в первую очередь подразумеваем выставку портретов знаменитую. Мы подразумеваем Прокофьева, Стравинского. То, что Дягилев работал с французской культурой, мы немножечко забываем. На сцене звучат произведения Мариса Равеля, написавшего одну из своих лучших партитур именно по заказу Дягилева. Мелодии Пуленко в исполнении солистов Михайловского театра и Пермской оперы. Это роман, в общем, новаторское, потому что эти вещи практически не звучали, что Дягилев любил. Знакомить публику с чем-то, что никогда не звучало. Алексей Гориболь собрал такую программу, какую мы сегодня слышим, с изумительными, с исключительными, уникальными исполнителями. Поэтому это вполне в духе Дягилева. Новаторское, изысканное, впервые многое звучит. Мелодию «Три гносиены» Эрика Сати хореографически воплотил Максим Сивагин. Перевод слова «гносиена» в русском языке так и не установили. Это такой древнегреческий неологизм. И его трактовка дает еще большую свободу творчества. Для меня оно, так как оно женского рода, оно такое для меня женское, женственное. И поэтому я решил для своего балета выбрать двух артисток, двух танцовщиц и создать женский дуэт. Формат новой сцены Александринского театра, он в принципе ассоциируется с экспериментом, потому что мы привыкли смотреть искусство, музыкального театра далеко. Когда ты приходишь на такую сцену, ты понимаешь, что вот сейчас артисты перед тобой будут очень близко, ты будешь видеть все малейшие детали. И это на самом деле огромный плюс, это вовлекает очень сильно зрителя в процесс. Кантата «Бал маскарад» Фрэнсиса Пуленко закрывает изысканную театрализованную музыкальную программу. Она создана специально для фестиваля Дягилев «Постскриптум» и продолжает дело великого импресарио, открывая петербургскому зрителю новый взгляд на старые мелодии. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...